В эфире нашего телеканала новости в студии Анны Рязановой. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. С опережением графика. Социальные дома возводятся в Северо-Одвинске. Какими они будут? 14 идей получили финансовую поддержку и работа начнется уже в этом году. В Няндымском районе все активнее, развивается ТОСовское движение. Их главная задача увлечь красотой и магией народных ремесел. Первая в России знаменитая школа Бурчевского отмечает 30-летие. Смертельное ДТП на Пинежье произошло этой ночью. По предварительной информации на автодороге по направлению Ваймыша-Капагора, мужчина 83-го года рождения не справился с управлением. Мотоцикл врезался в большой холм. В результате рулевого выбросило на дорожный знак. Водитель был без шлема. Он скончался на месте аварии. В этом году это уже второе смертельное ДТП на Пинежье. В Котласе будут судить предпринимателя, который спекулировал на аренде автомобилей. Уголовное дело завели на 41-летнего Константина Одинцова. Установлено, что пять лет назад он, скрывая информацию о наличии долгов, получал от граждан автомобилей под предлогом передачи в аренду третьим лицам и обещал деньги за пользование. А сам продавал их, выручку тратил на свое усмотрение. Обвиняемый выехал за пределы области, скрылся от органов предварительного расследования и был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2019 года злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов в городе Сочи Краснодарского края. Сейчас в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сумма ущерба почти 50 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 16 человек. 14 идей получили финансовую поддержку и работа начнется уже в этом году. В Няндамском районе все активнее развивается ТОСовское движение о том, что уже сделано силами активистов и что еще предстоит. Артемий Заварзин. Эмилия Мурских живет в доме на Североморской 5Б уже 38 лет. Пенсионерка рассказывает, территория вокруг многоэтажки заметно преобразилась за последние три года. В 2017-м здесь появился ТОС «Надежда». Дорогу сделали, тротуары сделали. Вроде бы как, что не спросим, исполняется, делается. На участие в проектах ТОС заявляется каждый год. Но удача улыбается не всегда. Большая мечта жителей – установить во дворе аллейные фонари, благоустроить детскую площадку. Человек 20, наверное, мужчины вышли. Был организован один день. Люди вышли на улицу. Мы убрали березы весной. Ну и потом уже, когда был проект у нас осуществлен, администрация нам привезла сюда забор. Люди, опять же, вышли. Тоже очень много активистов. От каждого подъезда вышли люди, мужчины в основном. И мы устанавливали наш забор. У нас двор преобразился сразу же. Наталья Абросимова рассказывает, чтобы заявляться на субсидии покрупнее, в прошлом году в Няндаме создали ассоциацию ТОСов. В нее входят 8 организаций. Сегодня объединение работает над проектом создания сквера около местной администрации. Силами ТОСовцев в Няндаме многое продолжает преображаться. Только в этом году финансовую поддержку получили 14 инициатив. В деревне Ступино благоустроят территорию около гостевого дома, в Шалакуши спилят опасные тополя и высадят новые деревья. Артемий Заварзин, Анна Рязанова, Наталья Перцева, Регион 29. Фасадный кирпич и застекленные балконы – такими будут социальные дома в Северодвинске. В районе улицы Индустриальной растет дом переменной этажности. Цена контракта больше 200 миллионов. В новостройке будет 94 квартиры. Еще один дом на Республиканской – это 44 квартиры. Особенность здания – балконы будут застеклены. Строители идут с опережением графика на обоих объектах. К счастью, в стране началась реализация национальных проектов. И один из них – это «Жилье и комфортная городская среда». Как раз позволяет нам сегодня выполнять эти задачи по переселению граждан из аварийного жилья более масштабно, более планомерно. Потому что наряду с теми двумя домами, которые мы уже строим, мы еще проектируем уже в процессе два дома, для того, чтобы в ближайшее время их уже тоже начать строить. Оба дома должны возвести до конца года. Для сравнения, в 2019-м сдали только одну – социальную новостройку. Их главная задача – увлечь красотой и магией народных ремесел. Первая в России – знаменитая школа Бурчевского, отмечая 30-летие. Год от года армия выпускников ширится, профессии у них разные, но страсть по-прежнему одна. Сохранять и уважать традиции убедилась Наталья Пулина. Заразить, привить, увлечь красотой народного ремесла – их главная задача. Первая в России школа народных ремесел отмечает свое 30-летие пока скромно, из-за карантина. Но планов уйма. Будет и выставка в Кривическом музее, и само торжество. А пока тут вспоминают свои главные достижения. Школа по-прежнему развивается с точки зрения сохранения и развития народных ремесел и промыслов Архангельской области. У нас 13 направлений в самой школе. И у нас еще есть областные творческие мастерские, где еще порядка 7 направлений. Вот, например, лозоплетение, которое нет в нашей школе. Еще какие-то виды, они там тоже у нас есть. И все эти ремесла, они достаточно глубокой сохранности и развития. Знакомство с ремеслом у Регины Пшенко состоялось, когда она была пятиклашкой. Сегодня девушка студентка Санкт-Петербургского университета. Обучается охране природного и культурного наследия. И пусть ее жизнь с народным творчеством связана лишь косвенно. Тот опыт, полученный здесь, она до сих пор вспоминает с теплом. В первую же неделю своего пребывания в Санкт-Петербурге я нашла работу, связанную с ремеслами. И давала мастер-классы малышам. В принципе, понимать процесс ремесла, когда ты говоришь о теоретическом сохранении его, это очень важно. Каким образом передается оно, каким образом его можно сохранить, репрезентовать, актуализировать в современном мире. Сегодня основатель школы вспоминает, как в 90-е увлечь детей традиционным рукоделием было крайне сложно. Потому что взрослые не прививали интереса. А сейчас на первые занятия ребят приводят мамы, папы, бабушки и дедушки. Часто сами выпускники школы. Я, когда школу в Суре мы создавали, я, конечно, не думал, что так вот как-то у нас это образовательное учреждение разовьется. Или что-либо будет так жить 30 лет. Мне казалось, что как бы еще, может быть, ну вот я боялся, что интереса не будет. Вот, так сказать, вот подпитки новыми, новыми, новыми ребятами. Вот, конечно, мы не ставим цели, чтобы они стали профессионалами. Но большая любовь к своему делу и упорство делает из малышей именно профессионалов. За три десятка лет из стен школы народных ремесел вышло около 900 мастеров. Не все они после выпуска знают, какой жизненной тропой идти дальше. На этот счет у одного из участников попечительского совета и выпускника школы Алексея Попкова есть идея. Здесь у нас есть мысли все-таки давать возможность проявлять себя и в том числе в творческом предпринимательстве, в ремесленном предпринимательстве ребят дополнительно, приобретя какие-то станки и оборудование. Вот так за 30 лет из школы ремесел для детей учреждение выросло до настоящего ресурсного центра. И северные ремесла не зарастут пылью веков. Благодаря уважению к традициям, помноженному на большой интерес маленького мастера. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29. Такие новости к этому часу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин